Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шаморо, а это 60 секунд с его новым обновлением. Давайте посмотрим, что ввели в игру и, соответственно, попробуем с вами выжить. Нажимаем кнопочку «Играть» и выбираем режим «Выживи». Теперь у нас появляется, ну, как обычно, сложность, да, получается, использовать единственное в своем роде постапокалиптическое приключение со случайно выбранными предметами. Здесь теперь показывается, видите, сколько членов семьи у нас, 2-4, болезни часто, снаряжение среднее, незваных гостей немного. Но давайте вот возьмем сложность «Царь-бомба», как обычно, болезни, звание 911, запасы в убежище, пустота, снаряжение, как стекло, незваных гостей полчища, проблемы каждый день. Поехали, ребята! Посмотрим, что предоставит нам «Царь-бомба» с новым обновлением в 60 секунд. Я соскучился по игре, не знаю, как вы, мы снимали ее довольно много с вами. Ну что же, день первый. Два помжика у нас сидят в убежище. Давайте посмотрим. Теми в безопасности это главное, мы едва успели спуститься с Шами, у нас нет ни малейшего представления о том, что случилось с Мэри Джейн и Долорес, но это да. У нас не так уж много пищи, никто не жалуется пока, но даже консервированный суп скоро станет редким блюдом. Нам едва хватит на всех воды, а придется расходовать ее экономно. Никто сегодня не ест, не пьет. Сегодня мы решили как следует повеселиться и устроить день игр. Первой игрой стал выбор игры, в которую мы будем играть. Первая партия заняла у нас полдня, мы до сих пор не закончили. Хорошо, играйте. У нас есть противогаз, я смотрю, да? И карта слева. Ой, карта. Журнал бойскаута. Шашки, травля для тараканов. Ну и, соответственно, все не очень хорошо. Мы поиграли в игру под названием «Правда или действие». А когда оказалось, что мы загадывали только правду и спрашивали одно и то же, собираемся ли мы есть что-то кроме томатного супа, то решили закончить. Чем бы заняться сейчас? Тимми выглядит нормально, насколько нормально он может выглядеть в данной ситуации. Ну, здесь все в принципе в порядке. Никого не кормим, опять же, ребята. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Пока в пустоши не идем. Хотя есть противогаз. Итак, что это? Какой-то гул становится все громче. Почему все трясется? О, боже, землетрясение. Хватайтесь за что-нибудь и держитесь. Хватаемся за противогаз, ребята. Хорошо, держимся за противогаз крепко-накрепко. День 3. Посмотрим, сколько дней мы сможем быть. Мне очень интересно. День 3. Мы успели схватить противогаз в самый последний момент. Такое сильное землетрясение. Так, так, так. Немного воды Тиме не помешало бы. И Тед тоже хочет у нас пить. Давайте. Давайте. Дадим им выпить. И надо бы отправить уже Тиме, мне кажется. Давайте, давайте отправим Тиме на третий день. Неважно, что будет происходить дальше. Очень неприятно чувствовать на себе чужой взгляд. Разве что-то может укрыться от наших глаз в таком маленьком бункере. Мы проверили все шкафы и никого там не нашли. Может, это какой-то грызун? Мы ничего показать грызуну не можем, ребята. У нас абсолютно ничего нет. Поэтому нужно идти на вылазку и собирать что-то. Так, хорошо, день 4. Пока мы оглядывались вокруг и искали что-то, чтобы раздавить этого проклятого грызуна, он просто исчез. Так же, как одна из наших консервов. Вы смеетесь, что ли, блин? Есть вопрос, каким макаром он протащил банку через одну из этих дыр? У нас сперли суп, ребята. Тиме выглядит нормально. Насколько нормально он может выглядеть в данной ситуации? Вот это нет никаких проблем в это прекрасное утро. Ничего не даем вообще. Что взять с собой? Взять с собой шахматную доску противогаз. Теперь можно выбирать, смотрите, что взять с собой. Ребята, раньше этого не было тоже, да? Мы должны сделать выбор. Давайте Тиме с противогазом у нас выходит наружу. Надеюсь, нормально все будет. Хотя это, видимо, вещи на обмен, да? Тиме вышел из пустоши. Мы знаем, что будем делать, если он не вернется. Мы не знаем. Снаряжение противогаз. С Тедом ничего не происходит. Тихо, спокойно, никаких происшествий. Хорошо, время раздать припасы. Ничего не раздаем. Наш мусорный бак ломится от пустых банок из-под консервов. Мусорное ведро тоже забито до краев. В них сидят странно светящиеся. Чересчур большие насекомые. Тараканы до войны были не такими большими. Давайте баллончиком их. Пш-пш-пш. Минус тараканы. Так. День шестой. День шестой у нас получается. Ииии, фух, было близко. Несколько дюжин таких таракашек хватилось бы, чтобы выжить из нас. И, собственно, выжить нас из собственного убежища. Хорошо, минус баллон. Где вода, когда Тетоней так нуждается? Давайте дадим попить, разнуждается. Надеюсь, Тиме принесет, ребята. Ах, сидеть в заперти и в безопасности замечательно. Но это не значит, что мы не хотим выйти наружу. Надо будет прогуляться. Хорошо, двигаемся дальше. Потихонечку, аккуратненько. День седьмой, ребята. День седьмой. Тем не менее, гораздо лучше находиться живыми здесь, чем мертвыми там. Вот это все по-старому. Остаемся так. Еще несколько часов кашля, и мы выплюнем легкие. Наш вентилятор еле двигается. Циркуляция воздуха прекратилась. Нам нужно как-то все починить, пока мы не задохнулись. Давайте дадим журнал. Пускай Тед починит. Может быть, у него выйдет. И возвращается Тиме у нас. Кстати, хорошо выглядит, посмотрите. Что принес, рассказывай. Мы решили посоветоваться с руководством Байскаута. Мы подумали, что если там написано куча инструкций по ремонту сломанных вещей, то точно найдется инструкция, как прочтить вентиляцию в бомбе убежища. Мы только что открыли содержание, как из вентиляции вылетели жуки и покусали нас. Было невыносимо. Нам кажется, что нас лихорадит. Мы так боялись за Тиме, но все же он вернулся с пустошью. И теперь он в безопасности. Вернул противогаз. Как только мы увидели кучу разрушенных машин, то поняли, что наткнулись на огромную парковку. Ни один автомобиль не пережил взрыва. Но мы решили пройтись между обломками в надежде что-нибудь найти. Плюс две бутылки воды, ребята. Спасибо, Тиме. Под обломками стояло... Под обломками стола для пикника. Мы нашли пару бутылок с водой. Бутылки не в лучшем состоянии, но жидкость внутри, наверное, можно выпить. Похоже, бомба прервала чей-то пикник. К счастью, люди были большими поклонниками томатного супа. Банки были разбросаны по всей стоянке. Ребята, плюс два. А еще и суп принес Тиме, красавчик. В одном из багажников мы нашли кожаный чемодан. Он почти не тронут. Мы немного расстроились из-за того, что он пуст. Но и сам чемодан нам пригодится. Первый раз вижу такой девайс. Рядом со стаканами... А, со станками машин стоял приличный мотоцикл. Или, скорее всего, то, что когда-то было им. Во время осмотра сумки мы нашли фонарик. Тиме должен съесть что-нибудь. Тед голоден. Заслужили, ребята. Аптека у нас еще есть, да? А, аптеки нет. Тед заболел. И да. И да. Никто больше никуда не выходит. Мы только что вспомнили, что планировали поездку на юг. Никакой поездки на юг. Тед сидит в очень плохом состоянии. Может его водой отпоить, я не знаю. Супчик покушали, вроде бы, да? Планировать заранее хорошая стратегия. Но сейчас мы должны больше заниматься нормированием воды. Это правда. Съесть что-нибудь немного воды. Тед действительно хочет пить. Давайте. Вода у нас есть. А, Тиме дадим покушать. Пускай выздоравливает. Мы уже собрались пойти спать, как кто-то постучал в дверь. Кого принесло в такой поздний час? Кто может быть в этой части пустоши? Каким чудом они пережили ядерный взрыв? Нет. Пока не открываю дверь. Пока не открываю. Не нужны нам гости, ребята. День десятый. Пока рано. Может банка воды, смотрите, разбросанная. Через некоторое время стук прекратился. Мы не знаем, кто стучал. И скорее всего, никогда не узнаем. Тимми должен съесть что-нибудь. Тед все еще болен. Тимми, ты сожрал банку, которую... Тимми должен съесть что-нибудь? Подождите. Да-да-да. Давайте, ладно. Пускай отъедается супчиком. А больной Тед воды пусть попьет. Может, ему поможет выздороветь. Теда я отправлять не буду на пустоши. Он болен. Мы продолжаем вспоминать о той прошлой жизни, когда эти проклятые бомбы не падали с неба. Да, это было хорошо. О, был интернет, можно было смотреть ютуб. Черт подери. Так, давай сюда. То, что мы сделаем сегодня, будет нашим завтра. Так что давайте постараемся. Несмотря на обстоятельства и проблемы, которые мы преодолеваем, Тимми остается смелым. Тед продолжает кашлять. Аптека нужна. Аптека нужна, ребята, срочно. Сегодня кто-то к нам постучался, но когда мы открыли дверь, то никого не увидели. На пороге мы заметили чемодан. Поблизости никого не было. Да и чемодан не подписан. Похоже, он предназначен нам. Да, давайте заглянем внутрь. Это первый раз такой ивент. У меня, ребята, тоже не видел. Давайте посмотрим, что там внутри. Так. Мы не можем оставлять Тимми без воды слишком долго. С болезнью Теда что-то нужно делать. Тимми без воды. Когда бомба стерла наш район с леса земли, нам показалось, что телефоны остались в далеком прошлом. Но прямо сейчас мы слышим, как на улице звонит телефон. Стоит ли ответить? О, господи. Собираем Тимми. Нужна аптечка. Мы вспомнили об озере, на которое собирались несколько лет подряд. Как было бы хорошо отдохнуть от всего этого безумия. Немного поплавать, покататься на лодке, даже если бы весь район превратился в кучу атомов. Убираем. Убираем это дело. День 14 у нас идет. День 14. Тем не менее, гораздо лучше находиться живыми здесь, чем мертвыми там. Ничего нового от Тимми в животе Теда урчит. В животе Теда урчит. Ну ладно, покушай. Тимми сейчас пойдет. Тимми идет на вылазку и берет с собой противогаз. Хорошо. Надеюсь, все у нас получится, ребята. Ну 15 дней уже живем. 15 дней живем. Тем не менее, Тед болен. Нужна аптечка срочно. Тимми вышел на пустоши. Да-да-да. Тед говорит, что не стоит о нем беспокоиться. С ним все в порядке. Выздоравливает, что ли? Хорошо. Или мы будем продолжать сидеть в этом маленьком жалком бункере. Или начнем думать о том, как выбраться из этих радиоактивных пустошей. Кто бы мог подумать, что красные превратят в руины наш красивый район. Мы и сами могли это сделать. То есть сбежать, а не уничтожить. А нам кто-нибудь поможет? Остается только ждать. Давайте подождем. День 16. Так, если мы хотим быть в курсе событий, то должны слушать радио или бродить по поверхности в надежде, что кто-то выскочит из-за угла и спасет нас. Более правдоподобным вариантом кажется первый. Где вода, когда Тед в ней так нуждается? Пей. Пей, конечно. Нет ничего лучше, чем выйти на поверхность. Нам это необходимо. Мы думали, что пошлем кого-то на пустоши раньше обычного. Но как только мы открыли дверь, неизвестное существо начало рычать на нас. У нас есть пара секунд, чтобы решить, что делать. Посветим на него фонариком и отпугнем. Опа. Ваф, собака. Слышали? Звук такой был. Мы решили проверить, что это, и посветили фонарем. Угадайте, это была собака. Бедняжка выглядела усталой, поэтому мы позволили ей остаться с нами на ночь. Следующим утром мы открыли дверь, чтобы выпустить ее. Пес до сих пор не вернулся. Надеюсь, что он еще придет. Тед говорит, что не стоит о нем беспокоиться. С ним все в порядке. Тревога. Неподалеку ходит банда пожарных, или по крайней мере людей, одетых как пожарные. Они стучались к нам и требовали, чтобы мы отдали все припасы. Они грозят, что сожгут нас, если мы не подчинимся. Похоже, что-то, что обязанности пожарных немного изменились. Как будем бороться с ними? Никак. Вот и беда наступает у нас. День 18. Тимми, возвращайся, господи! О-о-о-о! Нам аптека нужна. Мы не смогли сдержать натиск нападавших, и они ворвались в убежище. Они помиловали нас, но забрали... Они забрали все. Тот был тяжело ранен во время штурма, и это совсем нехорошо. Тед ранен. У нас нет ничего. Господа пауки, кажется, думают, что они не имеют такое же право жить в этом бункере, как и мы. Они повсюду, и кажется, они не очень-то нас боятся. Да, конечно, приперся, блин. О, еда, вода, принес, принес, ребята. Принес, принес, спасибо. Мы решили избавиться от них голыми руками, ногами и другими частями тела, которыми можно раздавить паука. К сожалению, мы их недооценили. Они чертовски быстрые, мы устали. Может, повезет в другой раз. Мы так боялись за Тимми, но он вернулся. Мы наткнулись на церковь, которая, к нашему удивлению, хорошо сохранилась. Большая часть здания стояла нетронутой. Те хорошие люди встретили там людей, да. Они нам дали немного томатного супа. Сказали, что терпеть его не могут. В тот момент мы поняли, что они чокнулись. Сектанты решили, что им не нужна святая вода. Лол! Нам дали еще пустые полные бутылки с водой. Под кроватью в одной из кейли мы нашли редкие сокровища, книги по эволюции и фонарь. Пораскинув мозгами, мы взяли фонарик. Ну да. Тимми очень голоден, Тимми устал. Теду нужна вода, чтобы выжить. Ребята, есть припасы, есть припасы, хорошо. Я не знаю, что с Тедом. Аптечку не нашли. Мы очень мало знаем о том, что происходит наверху. Может, нам удастся что-то разузнать. Радио могло бы помочь. Какое радио? У нас ограбили. О, господи. Если Тед откинется, то каюк. Меньше знаешь, крепче спишь. Мы не умрем, если проживем еще один день без новостей. Тимми должен съесть что-нибудь. Тед голоден. Давайте. Давайте последнюю банку сожрем. Что поделать уже. Теда отправлять не буду. Мы, как и другие семьи, можем поссориться. Но сейчас мы затеяли настоящую драку. Никто ни с кем не разговаривает. Надеемся, что это долго не продлится. Еще и поссорились. Господи, ребята, вам выживать надо. День 21. Что будет? Мы не смогли уснуть после этого спора. Постараемся больше не ссориться. Тимми должен съесть что-нибудь. Что-то нужно делать с болезнью Теда. Давай, съедай последнюю еду. Что поделать? Мы не уверены о том, какая хитрая... А давайте не будем давать сейчас тимми еды. Сохраним немножко. Сохраним еды, пускай выздоравливает. Кто-то скребется в дверь, а это значит только одно. Наш пес маленько очухался. Мы мчались открывать люк, даже не думая о том, что это мог быть мутировавший зверь. Но, к счастью, все обошлось. Наш пушистый брат выглядел уставшим и голодным. Должны ли мы его покормить? Нам нечем его кормить, пойми. Конец. Вот так вот. Мы, ребята, не добыли с вами аптечки. К сожалению. Нам только не хватает кормить всяких бродяжек. У нас самих почти нет еды. Тед был болен слишком долго и сильно ослаб. Он скончался во сне. К чему лишние слова? Трудно выжить в условиях апокалипсиса. Мы выжили 22 дня. Ну что же, ребята, вот такое обновление, оказывается. Блин, я думал, что будет... Ну, конечно, сложно, но, ёлки-палки, не настолько же. Аптечку не смогли найти. 22 дня, получается, мы с вами проторчали в этом бункере просто так. Как бы просто так, это означает, что мы ничего особо не приобрели. Настолько ограбили. Это просто невероятно, на самом деле. Я не знаю, ну... Если вы хотите, я ещё, соответственно, для вас поснимаю. Это был обзор обновления, которое мы не видели в 60 секунд. Жалко, что так быстро всё кончилось, но, тем не менее. Я старался посмотреть. И да, реально, в игру добавили очень много новых ивентов, которых мы не знаем. Точнее, я не знаю. Я, по крайней мере, не видел, потому что давно не заходил. Последняя серия 60 секунд мы снимали с вами довольно давно. Но, в любом случае, если вы хотите, я поснимаю ещё для вас 60 секунд рандома. Здесь просто море, и это прекрасно, в принципе. Выживалка прекрасная. Спасибо вам огромное за просмотр, как обычно, за ваши большие пальцы вверх. С вами был Шиморо, и мы увидимся на следующем видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»